Вот такой красавец у нас получился. Это сорт перца Devil's Tunk Red. Острота 125-325 тысяч сковелей. Если средняя острота халапеньо 5000, то он, соответственно, где-то в 40-60 раз острее. Конечно, не Carolina Reaper, не Habanero, но очень острый перчик. Значит, что я сейчас хочу с ним сделать? Я хочу его подрезать. Отрезать те ветки, которые растут непонятно откуда. На которых ничего не завязалось. И чтобы он не тратил силы, а гнал это все, соответственно, в плоды. Растет он в данный момент на моем любимом субстрате кокос перлит 70 на 30. Вот в таком AirPot пластиковый горшок, где по всему контуру сделаны отверстия. Специально для того, чтобы корневая система дышала, лишняя влага выливалась. Соответственно, такой горшок нужно использовать только вместе с поддоном, потому что иначе все у вас будет выливаться наружу. А так очень классные горшки такие, которые как раз не дают корням загнивать. Итак, вот часто спрашивают именно, как подрезать, что подрезать. В первую очередь вы просто окиньте взглядом перец и посмотрите, что торчит неаккуратно, затеняет основную плодовую массу. Что лишнее, собственно, то и нужно резать. Режу не жалея. Соответственно, перцы оставляем. А вот длинные ветки, раскидистые, вот, например, ветка, да, тоненькая, растет где-то издалека. На ней нету ни одного перчика. Собственно, смысла она особого не несет. Поэтому смело ее отчекрыживаем. Потому что перец уже начинает крениться под тяжестью лиственной массы, тяжестью своих плодов. Поэтому ему немножко сделаем приятно. Смотрите, какие листья. Насыщенный цвет, хорошая форма, правильная. То есть по питанию здесь нету никаких дисбалансов. Даже отрезать жалко, но это будет ему во благо. Потому что он перестанет просто гнать бессмысленные побеги в разные стороны. Сконцентрируется именно на завязях, на плодоношении. Вот это тоже я отрежу. Здесь есть перчики. Здесь можно подрезать. Сейчас на нем где-то завязалось на вскидку штук 20. Может быть 30. Посмотрим, сколько завяжется после подрезки. Также удаляю такие вот зародышевые перчики, которые завязались, уже покраснели. От них смысла никакого нет, потому что они не разовьются в нормальные плоды. Как вы их не кормите, сколько света им не давайте. Поэтому вот такие вот бусинки я тоже срезаю. Ну даже вот такой перец, то есть чуть больше, да, бусинки, но это не типичный плод для данного перца. Вот столько листы я срезал и срезал демоверсии перчиков. Оставил крупные плоды. Можно было бы их срезать пораньше, чтобы как раз на это он не тратил силы. Но лучше поздно, чем никогда. Теперь ему будет чуть полегче и тышаться, и формировать плоды, на которые будет попадать больше света лампы. Потому что мы все у нас в магазине выращиваем без использования солнечного света, только под специальными фитосветильниками полного спектра. Это не мешает перцам отлично созревать, а точнее даже еще и усиливает их развитие и плодоношение. Я вот просто кручу его бесконечно, не могу налюбоваться. Такое мощное, раскидистое, практически уже дерево. Потому что, посмотрите, стебель начинает покрываться корой. Начинает твердеть. Видно, что вот он заваливается в эту сторону. Надо бы его немножко так вот подвязать. И вообще красота будет. С момента подвески Девел Стангреда прошло чуть больше месяца, где-то недель пять. Я не стал сейчас его тревожить, перетаскивать в офис. Вот он на этом месте сейчас стоит, оттопыривается, восстанавливается. И вот просто я хочу сейчас собрать уже финальный урожай с него. Если бы раньше я его подрезал, тогда плодов было бы больше. А так вот видите, что он как раз свою силу распределил в листву. Это вот как раз к вопросу о подрезке. И тем людям, которые боятся подрезать, думают, что наносят растению какой-то вред. Но нет, это вот как раз очень сказывается на урожайности. То есть, если вы даете растению развивать его вегетативную часть, то есть, чтобы оно гнало листочки, стебелечки. Соответственно, оно и будет это делать, и плоды уже отходят чуть на более, скажем так, задний фон. Дьявольский красный язычок – это перец, скажем так, умеренный. О, вместе с веткой оторвалось. Смотрите, как красиво, да? Как красиво они растут, господи. Краскидистый куст. Как будто я и вовсе не подрезал его. Ему вообще это... Как будто он этого и не заметил. Очень легко срываются. Просто дотрагиваешься и сразу отпадают. Все, они уже готовы. Вот такая вот небольшая тарелочка перчиков получилась. Но какие они сочные, какие они блестящие, яркие. И вот это сорт дьявольский красный язычок. Devil's Tung Red. Еще покажу вам одного красавца. Это Seven Pot Peach. Седьмой горшок персик. Такое вот название сорта, если по-русски. Смотрите, вот снизу... Это она брастает пасынками. Да, вот тут из главного ствола собираются идти веточки в стороны. Сейчас вот я обрежу это все. И шапку трогать не буду. Она сейчас равномерно располагается. Как раз вот он пошел в рогатку. И из рогатки раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть цветов дал. Посмотрим, сколько он сможет завязать. Так, очень красивый. Получается, ему... Сейчас скажу, сколько. Если это декабрь, январь, февраль, март. Четыре месяца. Вот я его подрезал. Столько вот листьев с него снял. Ну, вот по этим бугоркам, собственно, можете видеть, как много этажей я ему отрезал. Ну, довольно-таки уверенно обкромсал его. Но вот если смотреть на крону, то... Сейчас вот так вот на вытянутой руке. Все равно мощный, раскидистый. Поэтому... Чуть-чуть это его затормозит буквально на недельку. Просто он такой, опа, ничего себе, сколько мне тут отрубили. Да, собственно, вообще на самом деле и не так-то много. И дальше пойдет в рост. И после того, как проходит где-то 2-3 недели, восстанавливается. Вот сначала, как я вам показал, немного скрюченные листочки. Но это нормальная практика. В этом нет ничего такого. Просто поливайте водичкой, ждете, пока растение восстанавливается. Поддерживайте влажность. Главная влажность это вот 50-70%. Вот сейчас на нижнем уровне 50% горит. Точнее не горит, а установлено 50% влажности. Ну и в принципе, вот как бы общая картина. Все растения чувствуют себя хорошо. Сегодня вот один человек зашел. Он сначала не в магазин зашел, а перепутал дверь и попал вот сюда. Он говорит, зашел. И тут, конечно, своя атмосфера. Сразу почувствовал высокий уровень влажности. Но, конечно, сейчас вот когда уходишь с улицы, просто попадаешь в такой оазис. И лично у меня прям глаз радуется, когда я вижу всю эту зелень, вижу все эти цветы. В общем, любите, ухаживайте за растениями. И пусть они вас благодарят. Они всегда очень щедро отзываются на нашу любовь, на нашу заботу, подкормки. И всегда одаривают тех, кто с ними... В общем, как вы к ним относитесь, так и они будут к вам относиться. С вами был Борис. Это Grow Brothers. До новых скорых! Спасибо. 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 Спасибо.